Дневной разворот Мы напоминаем, что сообщим Об открытии недельки через полторы Через полторы недели ботанический сад должен Открыть свои двери Для всех для нас Я вспоминала, что я проходила там практику Не помню уже на каком курсе университета Но кстати, между прочим Когда Зоя только родилась Дочь моя Маленькую ее там очень часто выгуливали Там так хорошо на скамеечке было Поспать А я своего старшего сына Выгуливала в минувшее воскресенье Вечером в сторону Театральной площади по Карла Маркса И видел, как большое количество людей Собралось на перекрестке Орловской и Карла Маркса Я сразу же понял, что это пешком порядки Я сказал сыну Андрюха Ему 4 года еще не исполнилось Давай подойдем, послушаем, посмотрим Нет, пойдем к фонтанам в сквере 60-летия СССР 4 года, конечно И мы пошли благополучно Этих людей так обошли Мы с Зоси были, мы ходили с пешком порядки Однажды в прошлом летом И этим летом намеревались тоже пройти Но еще не поздно Да, намеревались А тут, значит, такой пост Он, кстати, размещенный на нашем сайте Тоже, эхакирова.ру Где пешком порядки сообщают Что это последний сезон проекта И в связи с этим, конечно, мы не могли Не позвонить Антону Касанову Соавтору, одному из соавторов проекта Одному из двух авторов проекта пешком порядки Да, и не попросить прийти в нашу студию Чтобы рассказать, что, собственно, происходит И что будет дальше В общем, добрый день, Антон Добрый день Антон Касанов Рассказывайте Ну, мы... В общем, для нас это как-то невеселая новость Оказалось Как-то кажется, что как это может быть Потому что этот проект пешком по вятке Это прям визитная карточка Кирова С точки зрения там... Ну, спасибо за лестные слова, на самом деле Очень приятно слышать из ваших уст В целом А мы, кстати... 211-101 Нашло, что ли, уважаемое Вы можете позвонить и упрашивать Не прекращать Ну, это, наверное, тоже не совсем правильно С замечаниями какими-то С похвовой Или наоборот Упрашивать или там что-то еще Ну, это не совсем правильно Мне кажется, потому что... Ну, зачем? То есть... Украшивать? Это перебор, мне кажется, какой-то Но мы не запрещаем нашим слушателям В любом случае 211-101 Антон, рассказывайте, что происходит На самом деле Ситуация достаточно простая То есть просто в конце этого года Наш руководитель проекта Станислав Он будет вынужден По определенным причинам Покинуть город Вот И, соответственно Уже в следующем сезоне Даже если мы захотим Сделать прогулки Мы не сможем их проводить В той конфигурации В том формате В котором мы проводили Их предыдущие пять сезонов То есть поэтому Здесь стоит дилемма Либо мы вообще Прекратим работать В рамках этого проекта Такого волонтерского общественного Либо, не знаю Будем искать какие-то Компромиссные варианты Но в любом случае Это будет все уже известно Более-менее только В следующем году Где-то ближе к весне Вот А вот то, что касается Текущего сезона То сейчас еще Осталось достаточно много времени Еще половина лета Хотя уже прошло полгода И поллета Но тем не менее Самые теплые, видимо, дни Остались впереди Будем на это не надеяться Вот И вторая половина июля И август и начало сентября То есть у нас еще Прогулки продолжаются Тем более, что они у нас Достигли наоборот С самого пика То есть у нас новые прогулки Мы сейчас ввели И в ближайшее время Еще появятся там Новые маршруты Поэтому Остаток лета Вот мы еще Обязательно в таком формате Погуляем обязательно И плюс ко всему Мы планируем переиздать Наш авторский путь Или пешком порядке Осенью уже Это которое уже переиздание Это уже будет Третье или четвертое переиздание Но мы сейчас его Перерабатываем как раз И мы сейчас его дополняем Актуализируем Кое-что там поменяем Естественно В визуальной тоже среде Вот Поэтому он станет еще лучше На мой взгляд То есть именно к осени До какого времени Вы планируете Этот сезон продолжать? Ну этот сезон у нас традиционно До начала сентября Потому что лето в принципе Заканчивается В теплое время года И там уже Во второй половине сентября Обычно Настолько холодно Промозгло и дождливо Что уже Передвигаться по городу Можно только Какими-то эпизодическими рывками Вот Ну а обычно мы в конце сезона Делаем же прощальную вечеринку Вот здесь она Тоже обязательно будет Мы на ней планируем И презентовать Перездание путеводителя И сказать до свидания Ну Можно и так сказать Но в общем-то Всегда До свидания Это такое слово Которое Оставляет определенные Какие-то надежды Скажем так То есть Прощать никто Не будет говорить Но будем надеяться Что в дальнейшем Что-то еще удастся сделать Ну просто совсем Не очень давно Вы рассказывали Здесь в этой студии Где вы Когда вы общались О том как вы общались Со своими коллегами Из других городов Имеющие подобные проекты И это было очень Вдохновляюще Потому что Мы понимали Что мы в тренде Мы У нас тоже есть Такой продукт У нас есть Такие люди А это очень нравится Горожанам Потому что Не уменьшается Количество людей Которые приходят На эти прогулки И вдруг Бац Так Последний сезон Кроме отъезда Станислава Что-то еще повлияло На ваши решения Ну особо В глобальном формате Ничего не повлияло Вот И Просто так сложились Обстоятельства К текущему моменту Вот То есть И это такие обстоятельства На которые невозможно повлиять Например Ну я имею ввиду Ситуацию с Жизнью и судьбой Самого Станислава Ну это можно назвать Оттоком кадров Ну на самом деле Это глобальная Проблема Или это не проблема Это скорее объективная Тенденция Молодых кадров Да То есть У всех есть свои Какие-то Скажем так Жизненные ситуации Да То есть И я считаю Что тоже В принципе Это нормально По большому счету То есть Вот до середины сентября Мы рассчитываем Что сезон Продлится в этом году И будут прогулки И мы можем ходить Там будет прощальная вечеринка Переиздания Путеводителя Переиздания Путеводителя Что дальше Ну пока этот вопрос Вы-то, Антон, остаетесь Ну я-то, конечно, остаюсь Само собой То есть в принципе Я-то Ничего у меня Никаких планов нет То есть в дальнейшем Нужно будет подумать Над тем Можно ли будет продолжить проект Или нельзя То есть Ну возможно Мы найдем Какие-то точки соприкосновения В дальнейшем Как его продолжить Потому что в принципе Он востребован Он нужен Это ощущается И спасибо всем за поддержку То есть Люди тоже интересуются И ходят Это здорово 211-101 Номер телефона Прямого эфира Задавайте свои вопросы Антону Касанову Говорите ему Хорошие слова И может быть Не очень Я не знаю Хорошие рекомендации Просьбы Пожалуйста Не очень хорошие Лучше не говорите Лучше не говорите 211-101 Мы видимо поговорим Мы поговорим еще В целом О таком явлении Как экскурсии Да И на самом деле За эфиром Мы уже начали говорить Потому что Законодательно Закрепляются Некоторые вещи Которые Оставят под вопрос Существование Подобных Проектов Потому что Вот Антон Уже Упомянул Что Пешком по вятке Волонтерский Просветительский Проект Такой социальной Направленности Вот такие проекты В связи с теми Изменениями Которые сейчас Возносятся В законодательство По туристической Деятельности О которых Давайте поговорим После перерыва Они смогут существовать На самом деле Это Изменения законодательства Касательно Ужесточения Работы именно Экскурсоводов Вот сейчас Законопроект Он обсуждается Активно И уже здесь На оригинальном уровне Он обсуждался И мы вносили Свои поправки Со стороны Общественности Экскурсионной То что касается Курортного сбора Вот этого всего Это то что Появилось совсем недавно Но все это Не совсем распространяется На неформальное Объединение На неформальные прогулки Которые В большом количестве Стали образовываться В последний период времени В больших И малых Русских городах Потому что все-таки Это немножко другое Потому что прогулки Экскурсии Это разные вещи То есть здесь Скорее регламентируется Конкретно Коммерческая Экскурсионная деятельность Когда человек Обращается В турагентство И турагентство Предоставляет ему Экскурсовода И вот государству Видимо на данном этапе Важно чтобы этот Экскурсовод Был крайне Профессионален В своих делах В своей работе И так далее Поэтому вот этот Законпроект Я его в принципе Прочитал И там достаточно Жесткие нормы Предусмотрены То есть каждый Экскурсовод должен Будет пройти Определенное Тестирование Плюс ко всему Должен будет Иметь стаж Пять лет То есть какой-то Новичок Ему будет тяжело Вопасть Соответственно Это в общем-то Тот же вопрос Как в целом К любой работе Применимо То есть человек Говорит что Хотел пойти на работу А нужен стаж А у меня стажа еще нет Но образование Кстати это тоже Очень сложный вопрос Как это Отмониторить уровень Знаний Ну смотрите Образование Тогда должно Здесь предполагаться Что все-таки Туризм Как профильное Направление Должен быть Хотя это тоже Очень сложный вопрос И про это Я участвовал Не в одной дискуссии В том числе В институте Урбанистической Стрелки Мы ездили В прошлом году И там была дискуссия Такая Что одни говорят Должно быть профильное Образование Туристское Другие говорят А как же тогда Историческое образование Потому что все равно Без исторического образования Очень сложно И я на своем примере Тоже убедился Когда мы еще В центре развития туризма Пытались подготовить Каких-то гидов Но все равно Человек Который просто Пришел с улицы И любит город Тут одной любви Недостаточно Нужен еще действительно Исторический Еще серьезный Какой-то фундамент Поэтому Вот сейчас даже У нас в институте Это тоже планируется Подготавливать Тоже таких Мы говорим об этом Чуть позже подробнее Сейчас примем звонок Давайте Алло 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 Слушаем вас Добрый день Добрый день Булдаков Александр Так Александр Здрасте Вопрос к Антону Антон А как вы считаете Вот культура у нас В лице государства Может организовать За счет бюджета Вот эту посредительскую Такую деятельность Для повышения Патриотической Такой вот Нотки Населения Нашей Жителей Нашего Областного центра Да Вот мы сейчас Этот вопрос Зафиксируем После перерыва Антона попросим Озвучить ответ А вас Александр Хотим спросить Вы как оцениваете проект Пешком по вятке Классно Классно Он был просветительский Его нельзя останавливать Светлана Его нельзя останавливать Понимаете Его надо Расширять и развивать Вот это Потому что Это важно Это корни Просто в вашем вопросе Звучит такой подтекст Что Вы мне кажется Скипсису Понятно Спасибо Это патриотическое Такое направление Понятно Спасибо большое Спасибо Давайте поузов Продолжается программа Дневной разворот Авторы проекта Пешком по вятке Объявили о его Предстоящем Завершении Мы беседуем На эту тему С Антоном Касановым Одним из соавторов Проекта И до перерыва Прозвучал вопрос От нашего слушателя От Александра Булдакова Член общественной палаты Считает ли Антон Касанов Что такие проекты Государство способно За свой счет реализовывать И должно ли На самом деле Это сложный вопрос Потому что Идеальной конфигурацией Вообще Любого важного дела Является Какое-то соотношение Государственное Негосударственное Общественное Но и государственное Потому что Когда люди поддерживают То или иное начинание Это самое лучшее Чем оно реализуется Только сверху Поэтому Мне кажется В идеале Должно быть так Что и государство Предпринимает какие-то усилия И общество Тоже пытается что-то сделать То есть какие-то Энтузиасты И они должны Конструктивно взаимодействовать Подсказывать друг другу И так далее То есть в принципе Как мы там С Центром развития туризма Тоже все вот эти годы Очень тесно общались То есть они у нас Спрашивали что-то Мы им подсказывали Мы у них интересовались Спросили Какую-то информацию Предоставить То есть это Взаимовыгодное Должно быть Но конечно понятно Что государство И те органы Которые развиваются Туризм Культуру И прочее Такие направления Оно все-таки Это бюрократический механизм То есть здесь Есть определенная проблема Связанная с тем Что все процессы Они достаточно сложные Они требуют все-таки Финансирования То есть здесь Для какого-то Волонтерства Энтузиазма Остается маловато На самом деле места Поэтому я еще раз Повторюсь Что я вижу это так Как вот взаимодействие Именно Государство в вашем случае Все-таки поучаствовало Все-таки заявка на грант Была И успешная Ну да Два года назад В принципе вот Нам удалось В этом отношении Поработать Что-то позитивный Такой пример Ну и в принципе Вот с местными Какими-то объединениями Мы тоже работали И с Центром развития туризма И с Министерством Мы достаточно конструктивно Всегда взаимодействовали То есть И очень здорово Что векторы совпадали Потому что именно Когда мы начали Развивать наш проект Вот в конце Тринадцатого года В четырнадцатом Там как раз И возникла дискуссия О необходимости Развития внутреннего туризма В России То есть это как-то Все совпало Само по себе То есть на самом деле Тогда В 2013 году Я даже не мог себе представить Что эта дискуссия Она будет столь серьезной Она будет на государственном уровне И эти вопросы Они будут обсуждаться На более высоких Каких-то Скажем так Резонансных Таких тонах Чем это было раньше Потому что раньше На самом деле Все это воспринималось Достаточно так вот Местечково Что краеведение Что это Такой узкий Достаточно сегмент На самом деле Сейчас уже Ситуация кардинально изменилась За последние годы Другое дело Что не пойдет ли Вот эта дискуссия О внутреннем туризме На спад В ближайшее время Потому что Ну к сожалению Есть какие-то И предпосылки к этому Как я вижу А давайте мы посмотрим Какой путь мы прошли С 2013 года Там за это время Что в Кировской области Изменилось В отношении Внутреннего туризма Вот с вашей точки зрения Ну во-первых Дело в том Что вот В этот период времени Например Образована была Вот сама организация Центра развития туризма И в этот период времени Как раз вот 15-й год Я очень хорошо застал Потому что Я там работал Практически полгода И за это время Удалось еще многое сделать Потому что в этот период времени В Кирове появилась туристическая навигация Ее до этого вообще не было По большому счету Конечно Это тоже вызвало Определенную дискуссию Она ведь недоделана По-моему Вот эти в том числе Тумбы С маршрутами Немножко здесь Электричество Электричество не подведено Нет Они все работают Как бы Да Другое дело Что этот процесс Этот проект Он может развиваться и дальше То есть Именно там Таблички с QR-кодами И постепенно Ведь даже и таблички И столбы навигационные Они же появляются уже В других городах Вот в Слободском есть Например Я видел несколько И так далее То есть это все может развиваться И в дальнейшем Надо сказать Что Как бы нам не казалось Что Я встречался с таким тазиском Что Где Киров Где туризм И так далее Но те люди Которые сюда приезжают Те люди С которыми я общаюсь С которыми я провожу Экскурсии Прогулки Они все это отмечают И это показатель Цивилизованности города То есть Я много раз говорил о том Что это не что-то такое Сумасшедшее Потрясающее И Это просто Та необходимость Которая должна быть Поэтому по сути дела Вся эта туристическая навигация Появилась В этот период времени Появилось хорошее волонтерское движение При центре развития туризма Да Появилось хорошее взаимодействие С Опорным вузом Потому что Кстати Когда мы начинали В 2013 году Тоже не было опорного вуза Было два разных учебных заведения Теперь есть централизация Теперь есть кафедра туризма Где я тоже вот работаю И там эти вопросы Поднимаются на более высоком уровне Потому что Они осуществляются системно То есть Есть научный подход Этим занимаются люди Которые имеют Конкретные компетенции Плюс ко всему Было образовано Два туристско-информационных центра Да Это тоже немаловажно Потому что Тоже они сейчас есть Практически В всех городах России И Это тоже показатель Не какой-то Выдающейся Скажем так Ситуации А того Что город Все-таки Он становится ближе К обычному Цивилизованному Вектору развития Ну и Я хотел бы сказать Что это все На самом деле Появилось Последние годы Вот когда я Помню Нулевые годы Даже Там в принципе Постольку Поскольку Дискуссии о внутреннем туризме То и не велись По большому счету То есть Это все Был один из разделов Деятельности Министерства культуры Но он Этот раздел Был периферийным Ну а вот Последние годы Он получил Своё отдельное Направление развития И я считаю Что это достаточно Положительная вещь У меня есть ощущение Что в этом году Конкретно В 2017 году Ситуация Несколько все-таки Отличается От той Что была В предыдущие Несколько лет Я не вижу Такой большой Активности Которой вы сейчас Говорите И которую мы тоже Все наблюдали В том числе И в волонтерских Каких-то вещах Потому что Бесконечно Рассказывали мы Здесь в наших эфирах О новых направлениях Которые открываются Приглашали На бесплатные Всякие разные Промо-туры Вплоть до Вятских полян И прочее Сейчас как-то В этом году Только несколько Мероприятий О которых мы здесь Рассказывали Буквально Традиционные Которые были отработаны На последние годы Это всемирные Сказочные игры И при всем при этом Продолжается Туристический сезон В нашем регионе Второй Официально организованный Рассказывали здесь День города Всемирные сказочные игры Ну то есть Достаточно стандартный Набор Мероприятий Нет того уже Размаха И мне кажется Нет того Такого сильного Стремления Движения вперед Которые были В прошлые годы Чувствуете это? Ну я думаю Да Этот процесс Он очевиден Но он связан С разными факторами Субъективными Объективными Под субъективными Я понимаю Конкретный человеческий ресурс То есть Нужно чтобы кто-то Это развивал И во власти И в обществе А у нас этим Был заинтересован И двигал эту идею Алексей Александрович Вершинин У нас в предыдущей В принципе администрации Да Очень тесно Занимались этими вопросами К тому же Туризм тогда Был передвинут Из ведомства культуры В предпринимательство В каком-то роде Я кстати понимаю Что это наверное Даже правильно Потому что По сути дела Туризм Он все таки Имеет под собой Основу-то двоякую С одной стороны Это культурное В общем-то Обогащение человека Какими-то Такими Скажем так Истинами Да То есть Понятиями О родине Кривейне И так далее С другой стороны Для региона Это все-таки бизнес Это доходная часть бюджета Когда Те же мастерицы Продают свои игрушки И те же Турпродукты Они конкретно Упаковываются И продаются Ну в общем-то Это тоже Достаточно логично Как мне кажется А вот Ну я говорю Что опять же Здесь это взаимодействие Власти общества И когда и власть общества Это хочет туда Что касается Текущего периода времени То изменилась Парадигма развития На региональном И на федеральном уровне На мой взгляд Опять же Иногда Нужно отмечать И такие федеральные тренды Как например Вот то что касается Внешнего Опять же Выездного туризма Потому что В свое время Говорили Все в Турцию Мы не ездим Это не патриотически Эрдоган Ударил ножом спину Так или иначе Поэтому Значит теперь Переориентируемся Закрываются Самые популярные Внешние Туристические направления И люди Вот наконец-то Будут ездить В Бор-Россию И в каком-то момент Там был отмечен Сплеск интереса Как раз к внутреннему туризму Поехали Активно Там это было И в 15-м В 16-м году Теперь опять же Снова изменилась Парадигма Внешнего политического Развития Опять Эрдоган Наш друг Там Турция Россия Братья Навек И так далее И тому подобное И на 30% И в общем-то Опять же В общем-то Этот рынок Он вырос именно В эту сферу И в общем-то Кого здесь упрекать На самом деле Некого упрекать Потому что В любом случае Поездка на море По такому пакету Где все включено Она Наверное Выигрывает В каком-то отношении Чем достаточно рисковая В каком-то роде Поездка в регион России Это объективная данность Ну здесь сложно На самом деле Спорить Рефлексировать Хотя можно это сделать И то что касается И изменения Каких-то Околополитических Да Связанных с тем Что сменилась Власть региональная И сейчас просто Объективно Другие Становятся Процессы Во главе угла Которые важны То есть Приоритеты были обозначены И здесь все очевидно То есть Это лес Это ЖКХ Это дороги И с этим невозможно спорить Что области Гуманитарного развития То есть Культура Туризм Искусство Все остальное Это все-таки То что относится К периферии Всегда Потому что Это не так Напрямую зависит К жизни Людей наших Как все-таки Экономика И вот это Сфера ЖКХ Например Потому что Если у вас не будет Горячей воды Это настоящая трагедия Кстати У многих дома Сейчас ее нет Например у меня Пробую В то же время Некоторые эксперты Люди Как раз от культуры Говорят Что Если Если государство Упирается В решение Насущных Экономических Социальных Проблем Забывая О культуре Образовании То Ничего хорошего Все равно Это не приведет Это безусловно Если сокращать Ассигнование На культуру На туризм На прочее На прочее И чести Людям все равно Не будет Это безусловно Да Но вот Это Такой вот Сложный баланс Который нужно Выдерживать И это Такая вот Я бы сказал Что такая Политическая линия Даже достаточно Сложная Но вот посмотрим Как ситуация Будет развиваться Дальше Потому что Какого-то Устойчивого Развития Скажем так Во всех этих Делах И федеральных И региональных К сожалению Нет Потому что Любое дело Оно реализуется Хорошо Когда есть четкое Понимание Кто это делает Как это делает И какая линия Как это все Развивается А когда Коней на приправе Меняют И Центр развития Туризма Снова сейчас У них определенные Изменения У них конкретные Изменения Сменялся Руководитель Центра Туризма И Сменилась Половина команды Практически Да Это конечно Тоже Наверное Если говорить Конкретно О векторе развития Это Не очень Позитивный Фактор Ну что поделать Такова Объективная Реальность На текущий момент Мы с вами Уже начали Говорить о тех Изменениях Которые Вводит государство Сейчас обсуждается И скорее всего Это будет принято На законодательном уровне В отношении В том числе И Экскурсоводов Мне кажется Это важно На самом деле Все таки Поподробнее Разобрать Учитывая Что вы Оказывается Я просто не была Не в курсе Антон Что вы работаете На кафедре Туризма Нашего Опорного Вуза То есть Это будет Ваших обязанностях Готовить Профессиональных Экскурсоводов Вот Каковы их перспективы И какова их жизнь В этой среде О дальнейшем Давайте поговорим После небольшого Перерыва Анон Касанов В нашей студии Один из авторов Проекта Пешком по авятке И мы как-то От конкретной судьбы Проекта Уже в общем и целом Говорим О будущем Экскурсионной деятельности О такой просветительской Привлечении Внимания Жителей города И жителей других Регионов и стран Именно к нам Через Эти самые экскурсии У нас сейчас на связи Находится Елена Данюшенкова Это директор Центра развития Туризма Кировской области Елена добрый день Добрый день Да в нашей студии Еще раз повторю Антон Касанов Давайте поздравим Елену с вступлением В должность Все-таки Поздравляем вас Новый руководитель Центра развития Туризма Кировской области Основное Вернее Оттолкнулись мы От того Что было объявлено Что пешком По авятке В этом году Последний сезон Вот вы когда Новость это узнали Вы что подумали Какие эмоции Ну на самом деле Это великое Сожаление Потому что Данный проект Как уже было сказано Является Визитной карточкой Нашего региона И С авторами проекта Мы уже давно Сотрудничаем И поддерживаем Данное начинание Но Вот Я знаю Что Идеолог проекта Я знаю Что Антон Не любит слова Идеолог Но Тем не менее Он остается И я очень надеюсь Что Проект Все-таки Не завершится Он может быть Пройдет Некая трансформация Формата Этого Но Тем не менее Проект Не канет В лету И будет продолжаться Мы же со своей стороны Готовы Оказать Всяческую поддержку На Стадии развития И формирования Какого-то нового Масштаба Елена Два вопроса Которые Конечно Непосредственно Касаются Центра развития Туризма Кировской области Мы естественно Здесь тоже Нашей редакцией Всегда следили За тем Как развивается Развивается Внутренний туризм Что о нем Говорят Чиновники Какие акценты Расставляют И было ощущение Такое В прошлые Несколько лет Что Очень много Внимания Уделяется Внутреннему туризму Много маршрутов Разрабатывается Центр Развития Туризма Без конца Присоставал Какие-то Поездки Новые мероприятия В этом году Может быть Мое субъективное Такое ощущение В этом году Несколько Попритихли мы Несколько Меньшим масштабом Мы организуем Различные Мероприятия Что Вот сейчас Центр развития Туризма Как он живет И какие задачи Перед ним стоят На самом деле Не могу Согласиться Что Стало Меньше Проектов Проекты остались Проекты остались Те же Это была И презентация Турпотенциала Региона На выставках На международных В Москве Это и крупные мероприятия Это сказочные игры Это открытие турсезона В этом году Оно получилось Значительно масштабнее Чем в прошлом году Мы продолжаем поддерживать Мероприятия Которые проходят У нас В регионе Это В прошлые выходные И байк Рокфестиваль Взлетная полоса В следующие выходные Это Этап Триатлона Который пройдет У нас В регионе Гренланди Мы Непосредственно Информационно Поддерживаем Данные мероприятия И Стараемся Донести Информацию Они в другие регионы Через наше Сотрудничество С туристко-информационными Центрами Других регионов Поэтому Это, наверное, погода На меня так повлияла И мне кажется, что Не до туризма Елена На самом деле, да Погода Погода в этом году Мне кажется На всех повлияла И на В том числе И на туристические Поточки Вот Расскажите Ну Погода Мы же с вами Прекрасно понимаем Когда идет дождь Человеку хочется Сидеть дома Накрывшись пледом Тут уже Не до Поездок Не до путешествий Тем более Человеку хочется Выбраться куда-то В теплые страны Как Антон уже сказал Тем более Отношения Например С той же Турцией У нас Снова налажены Поэтому Туда Туристический поток Достаточно стабильный И людям хочется Просто погреться В этом году А у меня еще вопрос По экскурсионной деятельности По этим познавательным прогулкам Или поездкам Не знаю А можно мы все-таки Добьем про турпоток Елена У вас есть какие-то цифры Может быть Которые вы можете Сейчас назвать Может быть В каких-то процентах Как изменился турпоток Въездной В Кировскую область В этом году По сравнению с прошлым В принципе Турпоток Он достаточно устойчив В оба года Нет особо сильных изменений До данного момента Я могу говорить Конечно Больше по 15-16 год 17-й год Мы с вами Статистику узнаем Только в 18-м Основную Тем более Сейчас разработаны Ростуризма Новые формы Сбора Статистики По турпотоку Сейчас мы по ним работаем Поэтому надеемся Что в следующем году Мы получим Более точные цифры По турпотоку Но вот насколько Я слежу За показателями Статистики В этом году Поток иностранцев У нас стал Несколько больше Чем в прошлые годы Ух ты Да и возвращаясь К экскурсии Скажите пожалуйста Кроме как проект Пешком по ветке В настоящее время В областном центре Есть еще какие-то Экскурсии познавательные? На постоянной основе Что касается Подобных проектов Я думаю Что он у нас уникальный Он у нас один в области Но тем не менее Многие музеи Многие учреждения культуры Стараются тоже развивать Направление экскурсий В том числе в районах Я знаю Что в прошлом году Белая Холуница делала Кровеческий музей У них делала Достаточно интересные Экскурсии Посвященные Теме металла Железо Мы знаем Фестиваль железа Да Фестиваль железа Белохоломецкие Металлургические заводы Это достаточно Такая известная Веха российской истории Помимо этого Мы в Туристко-информационном центре Постоянно разрабатываем Новые экскурсии Новые маршруты Предлагаем Прогулки По нашим уже разработкам Как раз Кстати При участии Антона Сергеевича Городским маршрутам Прогулки Поэтому В принципе При желании При возможности Визита Туристко-информационного центра Мы поможем В любом случае Подобрать Интересующую экскурсию Интересующий тур Помочь в путешествии По нашему региону Последний очень короткий вопрос Елена Владимировна И очень короткий ответ Достаточно ли у нас Экскурсоводов в городе? У нас экскурсоводов Недостаточно Мы это понимаем Мы сейчас просто Я думаю Что только обсудим эту тему Потому что Вступают новые правила Регистрация Экскурсоводов Получение лицензии Их недостаточно Понятно Спасибо Елена Данюшенкова Директор центра развития Туризма Киросклабус Хотелось Антон Поскольку вы Сотрудник Простите Перебью Сейчас Просто параллельно В гугле ввел Киров Проведение экскурсий Знаете, что выдает Первые ссылки Проведение экскурсий На предприятиях Тут КХК БКК И так далее Хорошие очень экскурсии Там такой целый Мешок пряников выдают Поскольку Антон Касанов Является преподавателем Нашего опорного вуза И как раз Как это называется Кафедра туризма И мы говорим о том Что экскурсоводы Вы рассказывали, Антон Экскурсоводы Сейчас должны будут По-другому лицензироваться Должны будут иметь Пятилетний опыт Должны будут Платить Может быть Другие деньги Не знаю куда Государству Они должны только В гос. В каких-то учреждениях Или где работать То Какие задачи Сейчас на кафедре Большой ли спрос На эту специальность И вы на что Ориентируете Ребята Смогут ли они Заработать В итоге Это сервисы туризм Здесь Достаточно Банально Говорить о том На кого их готовят Менеджеры В области туризма То есть они В принципе могут Работать в турагентствах Менеджерами Продавать туры Могут идти работать Центры развития туризма Могут стать Экскурсоводами Их судьба Открыта На самом деле Им дается Достаточно Квалифицированное Образование Очень хороший Профессорский Преподавательский состав Скопилированный Много обучается Нормально Достаточно Большие группы А судьба Каждого человека В их руках На самом деле Поэтому я не знаю Что с ним Такой вопрос А среди Ваших студентов Вы наверняка Сразу видите Кто может быть Экскурсоводом А кто-то Совершенно другим Будет заниматься Управлять отелем Например Много ли экскурсоводов Среди студентов Вашего курса Пока можно говорить Что они только Лишь потенциальные На самом деле Поэтому посмотрим Как сложится И судьба Дело в том Что рынок Свободен То есть можно пойти Можно идти работать Но вот это Все будет зависеть Уже от них Захотят ли они В этом участвовать Или нет Какие будут Правила игры То есть все Будет зависеть от них Все в их руках А правила игры Сейчас какие Обсуждаются В двух словах Ну вот это Тот самый пресловутый Закон об экскурсоводах И это конкретно Заработная плата Которая вот Будет у них Потому что На этом рынке Там какая-то минималка Что ли А вот это я уже не знаю То есть тут же опять же Зависит еще От конкретного работодателя Сколько он готов Предложить Каким образом Заманить Уже на эту работу Правильно я понимаю Что экскурсоводы Сейчас могут работать Только если Они работают В какой-то компании В какой-то фирме На юрлицу Да вот если этот закон Будет принят То так То есть официально Зарегистрировано государством Да Никаких самозанятых Самодеятельности Никакой не должно быть Ну может быть Какое-то окно и останется Но оно будет достаточно узким То есть это форточкой Может быть откроется Но они на полной катушке А я честно говоря До конца не понимаю Вообще Каким объемом знаний Какими компетенциями Должен обладать Экскурсовод Экскурсовод Кто он современный Экскурсовод Ну вот это тоже Вопрос очень дискуссионный Наверное это должен быть Человек с очень высоким Кругозором И плюс ко всему Здесь важны не только Фундаментальное знание Но и ораторские способности И возможно Коммуницировать с людьми Психология Управление толпой И так далее Поэтому это очень сложный вопрос И тут сложно еще В институте подготовить Такого человека Это нужны Такие полевые испытания Как человека забросить И как он с этим справится В общем это будущий руководитель Серьезного уровня Так-то на самом деле Почему руководитель Не обязательно Как раз это может быть Одиночки Которые ни на кого Не хотят обычно работать А им придется Фрилансер А им придется Да Ну посмотрим Как это будет Как это будет здесь развиваться А у Антона Все-таки необходимо Спросить О том Какие собственные Идеи есть На будущий год Раз вы остаетесь В Кирове Ну пока особо Идеи нет То есть Будем смотреть По ситуации Как она будет развиваться То есть Посмотрим На самом деле Не хочу ничего загадывать И давать какие-то обещания Но мне очень сложно Вас представить Что вот Бац Прекратились прогулки Пешком по вятке И в следующем году Антон Касанов На улицу города Не выйдет Надеюсь Что этого не случится Ага А мне еще вопрос Антон Вот за эти годы Хождения по вятке Мы все говорили О сотрудничестве Да С органами власти Областного уровня А городская администрация С ней контактировали Вот Не знаю Глава города Руководитель администрации Городской Пришел И пожал руку Антон Станислав Здорово Молодцы Нет такого не было Не было Либо приходили Не обидно Чиновники Которых я не знаю Просто в лицо Потому что тоже Видите Ситуация такая Что не всех знаешь лицо А новое правительство Выводили Да Весной по-моему Было Они тоже заходили В принципе им было Достаточно интересно И Игорь Владимирович Васильев А нет Его тогда не было Надо успеть Мне кажется Это тот вопрос Который мы неоднорадно Возвращались То есть Мы всех приглашаем Но никого конкретно То есть Если человек хочет прийти Пусть он приходит И изучает историю А вот адресно Я никогда никого не приглашал И Стас тоже Потому что Я считаю Что это неправильно Потому что Интерес города Он должен сам родиться Невозможно его насадить сверху Точно так же Невозможно объяснить человеку Зачем нужно ехать Изучать Святыни Русского севера Или Золотое кольцо Или Вятскую губернию А не ехать в Турцию То есть Это должен быть Внутренний запрос А власть должна помогать Формировать общество И только тогда Это развитие Именно гуманитарное Именно психологическое Оно будет гармоничное И оно будет развиваться Поэтому Никогда такого не было Что давайте пригласим этого человека Потому что Это было бы здорово Чтобы с нами погулял мэр Нет Мэр должен сам ходить Вот как в Екатеринбурге Евгений Ройзман То есть он же Бегает по плотинке По набережной Каждую субботу С ним бегают люди Он потом с ними пирожки ест В кофейне Это здорово Это само собой получается Или там Нил Ушаков В Риге тоже такой Да Открытый чувак Два человека На которых все время Ссылаются В этой великой стране Бывшем Советском Союзе Спасибо Понятно Антон Касанов Савтор проекта Пешком повятки Рассказывал о том Как этот проект Будет развиваться О его перспективах И о собственных Я надеюсь Намерениях Но главное Что сообщил Антон Что он остается в Кирове А у меня есть ощущение Если он остается То точно не будет сидеть в заперти И мы увидим его На следующий год На улицах нашего города С каким-то новым проектом На этом завершаем Сегодняшний дневной разворот Светлана Занькова Владимир Сметанин До встречи Завтра Да Завтра В рамках наших Ветерных программ Разворот и особое мнение Через 20 минут Слушайте особое мнение Михаила Шевелева Ведущая Юлия Афанасьева До свидания